Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами неадекватный Канаир, и мы начинаем новую серию, на этот раз уже после 33 патча, не PvE, потому что PvE на сложно я проходил, со стандартной командой пройти его довольно тяжело и снимать это довольно муторно, там 5-6 раз переснимать. PvE пока не пройдешь. На среднем проходить совершенно никакого интереса нет, потому что на среднем PvE можно не пройти только в случае, если команда совсем дно, что бывает довольно редко, поэтому мы играем на PvP. Ну что я могу сказать? Вот что я могу сказать! Вот какого фига? Самое главное простого фига. Я блокировался? Все увидели, я блокировался. Почему он меня убил? Не знаю. Но его добили. Ой, капкан сработал. Так, у нас появился ТП, у нас хорошая ледяная ведьма. Это, в принципе, все, что я пока не могу сказать о нашей команде. Также наша команда неплохо играет. Вы смотрите-ка, они все-таки берут точку. Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что? Уходи. Уай. Горячо. Не надо меня шать. Горячо. И мы... Наша команда просто как-то, я не знаю, тащит. Нате по спине! Да, наша команда затащила. Но она не просто тащит, а она затащила. Это приятно. Ну, по крайней мере, на участие я набрал. Вот он. Далее удар по берсерку между делом. Ставим пуху. Так, мы синие, мы бьем по красным. Так, гадкая сорка. Ладно. Гадкая сорка не хочет умирать. Но этот бой гораздо... Офига. У меня че, лагает? Ах ты. Ну че. Кто б сомневался, не дам себя убить инквизитору. Рухну в чертову прапасть. Ну ладно. Опа. Опа. Паверка в спину. Разбивашка нужна была. Ладно. Понаблюдали за ледяной ведьмой. Кажется, это победа, уважаемые зрители. И... Да, 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 да. Да, это победа. Три с половиной минуты. Мы победили за три с половиной минуты. Прекрасно. Несмотря на то, что я сыграл просто никак. Ну какая к чертову разница, когда тут три с половиной минуты. Жестоко, вы видите. Я сыграл никак. Ну что ж, уважаемые зрители. Давайте еще раз сыграем. Почему бы и нет. Подождем бой. И сыграем. И мы продолжаем, уважаемые зрители. Это второй бой. Опять-таки, быстрая карта. Так что серия получится не слишком длинной. И это хорошо. На этот раз у нас... Ну, по крайней мере, если судить по статистике, у врага инквизиторы не слишком прокаченные. Ну как. Может быть они в полном эпике. Но, по крайней мере, они супер-тощуны, как это было в прошлом бою. Поэтому у меня есть шанс победить. И самое главное... Ну нет, смотри-ка. Опа! Три пятьсот! Просто. Просто им надавали. Да. Ну, конечно, эта поверка двоим по спине была жестокой. Очень жестокой. И, я не знаю. Надеюсь, этот бой будет так же довольно быстрым. Вот они инквизиторы, а. Ах ты, гадина мелкая. Ну, берс тоже, конечно, гадина, но уже не мелкая. Так, охлаждай-ка, все. Все при мне. Ох ты. Пилят, пилят, пилят. На тебе крит на две восемьсот, а. Получил, да? Получил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это дело, вот это я понимаю, бой. И запинали-ка на них. И бедный гномик. Ладно, извините, что я так упорно-то говорю. Просто это было очень спешно. Так, ну давайте поставим гравик. Что-то жалко, что-то. На тебе! Давай, иди сюда на гравик, иди. Иди сюда. Молодец. Ах ты, блин, гадина, крит. Не вовремя, не вовремя крит, да. Ну что у нас тут происходит? Все в порядке. А Венистанк под боевым ражем. Чуть больше 10 тысяч хп, но вполне достаточно, чтобы забыть про смерть от Кавканов. Куда тп ведет? Ладно, дадим очков саперу, хоть нафиг не надо. Ну ладно. Опа. Скай на скай. Так, в этот момент можно очень... Хорошо. Взахты, блин. Оп. Бухти! Бухти в задницу картечью. Уважаемые враги. Ну, то есть, те, кто теоретически могут попасть под картечь. Имейте ввиду, что картечь в спину выдерживает только Берсерк без стагов и танк. Поэтому, если вы убегаете от врага, имейте ввиду, от картечью лучше всего блокироваться. Ну, чё я могу сказать? Синквизитор сильный. Хопа! Вдвоем меня пилят просто. Пилят. Я не знаю, как это назвать, но, блин, я... Пилят, блин. Ладно, ладно. На второй точке. Ну, могут, конечно, затащить на второй точке. Но бой, как минимум, интересный. Не, не, не затащат уже. Всё, это быстрая победа. Это прекрасно. Как вы видите, я получил гораздо больше, чем... Собственно, враг мой. Поэтому. Всё прекрасно. Лучший напарник карман на Рэмбо. Хи-хи. Ну, ладно, уважаемые зрители. Надеюсь, наверное, мы сыграем ещё третий бой. И как только он начнётся, мы продолжим... Я продолжу запись. И мы продолжаем. Уважаемые зрители, это третий бой. Итак, против нас тот же самый квитер, который был в предыдущем бою. Но, в общем и целом, цифры боевых баллов только у одного персонажа переваливают за пять тысяч. Боевые баллы это такой, может быть, не очень объективный, но зато удобный показатель, который говорит о том, насколько хорошо человек играет. Вот на данный момент у меня боевые баллы около четырёх двести. Без дневника алхимика. Всё, мы его добили-таки. Но, к сожалению, тут пришёл Берсерк и гадкий канонирчик. Который не хороший скорлуп. А очень даже большой гад. На те! На те! Так. Прекрасно. Бьём, бьём врага. Бьём живительную бутыль. Всё. Кажется, мы заняли гараж. Здесь врагов нету, это уже хорошо. И не пройдут они. Здесь можно пройти теперь только под щитом танка, и то при большом желании. А уже Инквизитор-одиночка здесь не пройдёт. Но только так, если. Ах ты, гадина! Просто гадина! Морозь! Морозь! Хо-хо! Да. К сожалению. Ну, ничего. Смотрите-ка. Опа! Гараж снова наш! Ну, что вы на это скажете, гадки инквизиторы? На тебе! Да, блин! Ну, вот инквизитор, а! Почему? В это время? Пошлите занимать гараж! На тебе! Хопа! Чё ты думаешь, у меня мало жизни осталось, что ли? Вот тебя да, а у меня нет. Ни хрена себе крит! Всё! Гараж взят! Давайте лучше Теслы поставим. Что ли? Потому что без Тесел как-то совсем грустно будет, если вдруг они нагрянут снова. Я даже не знаю, два инквизитора, они стопудово в тиме. Как мне с ними сражаться? Не имею ни малейшего представления. А уж тем более, если они разрушат Тесел ловушки. Ну, вон, одного сейчас мы покоцаем. Да, мы одного покоцали. Бьём второго, гадина ты мелкая! Всё, разнесли. О! Тут какие-то эти англичане. Ну, короче, англоязычные товарищи. Отбалды! В спину тебе прямо! Вы видели, это было жестоко. Да, плевуха, пожалуйста. Вот тебе по Мерседес-Бенцу. Вот это да! Вот это у нас богатырь и есть! На тебе, бритва! На тебе! Я сам, когда за инквизитора играл, как-то пробовал из гаража гномов выкорить. Ну, совершенно... Бессмысленное занятие, если честно. А вот танк может быть опасен. У него дохрена хп. На тебе, на тебе! Морозка, 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 морозка. Танк вместе с морозкой. На тебе! Да сколько у тебя хп-то? Да как так? Он меня добил всё-таки. Шестнадцать, семнадцать. Да, блин, бейте его. Бейте уже. Да подойди, я не знаю, ближе, что ли. Очень хороший вариант ТП в гараж поставить. Тогда там никогда никого не выкурешь оттуда. Но, видимо, они об этом не знают. Ладно. К сожалению, в гараж можно кинуть Скайфайр. Но вот до сюда ни один Скайфайр не доставит. Проверено. Так. Бьём! Вот она, виска, виска, виска. Я понимаю, конечно, что надо бить сначала по инквизитору, по виске, а потом уже по инквизитору. На тебе! Да всё! Чё он там сделает? Вот, пожалуйста. За урон дали, за помощь, да ещё и за убийство. Главное, чтобы пушку не жгли. Опа! Голем не достроенный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Во, всё, теперь строится Тесла. На-а-а-а-а! Гад не должен дойти. Да. Танк молодец. Я бы, конечно, его и так разнёс. Но, с другой стороны, пушка целее. Отхилл неплохой. Отхилл зависит от мастерства. То есть, хоть у танка на первом уровне, хоть на десятом, но хоть на первом уровне, хоть на тридцатом, ну, в смысле, там, хоть в самом начале, хоть в конце, отхилл пушит, занимает какое-то определённое время. Потому что, чем больше мастерства, тем больше отхилл. Чем больше мастерства, тем больше жизней. Так, давайте. Шесть. Сюда гравик воткнём. Стволы устанавливать рискованно? Да, можно попробовать, конечно. Давайте ещё постреляем шток. По врагам так. Во вражеской команде есть сорка йов. Нате вам всем. Ну, куда он лезет? Куда он, блин, лезет? Да? Да, блин, куда он лезет? Всё. Мои теслы его допилили. Да, жалко. Жалко, что врагов нету. Учитывая, что пока скайфаеры летят только наши. Стволы! Правда, хрен я по кому со стволов попаду. Зато у них мощность очень большая. Нет, по кому-то попадал. Даже где-то здесь. Где-то здесь. Ну, в принципе, можно по точке стрелять просто. Там же шёл какой-то бой. О, ты! Здорово! Бьём! О, привет! Бьём по врагу! Бьём по вражескому хилу! Ржём, 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 ржём. Просто тупая берсятина. Опа! На тебе! Не, ну вот гад. Просто. Просто гад. Вы представляете, он мне два гравика снес. Это ж какие убытки-то, а? Это ж какие убытки! Я на нём... Ну, хотя, в принципе, я на нём... Нет, два гравика я на нём не отбил. Хоть он и жирный, и на такой степени. Ладно. Вот. Имейте в виду, Инквизитора, вот такой гномий застрой. Уничтожить может только Небесный Огонь. Вам не помогут? Никакие. Ни Священный Огонь, ни Праведный Гнев. Ни то, что вы приёте вдвоём. Ни то, что вы приёте с Берсерком. Ни то, что вы приёте с Танком. Так. Ну что ж. Кто-то на точку пришёл. Начался очередной бессмысленный штурм. Да, толку много. Особенно учитывая скорость отхила пушки моим големам. Толку вообще много. Лучше бы он с лука стрелял. Тупой. Тупой. Окей. Мне кажется, сейчас Инквизиторы слёзно просят своих товарищей по команде помочь им разобраться с канонерами. А ведь это их прямая задача. И... Единственная... Единственная... Единственная кто? Ну что ж. Ты зачем мне такие потери наносишь, Берсятина? Ладно уж, хилку выпью. Нельзя так делать. Нельзя так делать, Берсятина. Вот чё здесь сорка забыла, а? Гады. Чёртовы гады. Чёртовы гады. Нет. Я... Я силён. Я не сломаюсь. Мне сломали стволы, но я жив. Я буду защищаться здесь. Я буду защищаться, пока не умру. Я буду защищаться, пока не умру. Вы не сможете просто так победить нас. Ладно. Так уж и быть. Чё у нас тут происходит? Надеюсь, мы всё-таки не сдадим точку. О, наш апельсиновый хилл всех лечит. Порошок маны раздал. Не знаю, зачем. О! На тебе! На тебе по спине. Так. Так. О, ах ты, чтоб тебя. Ладно. На тебе! На тебе! На тебе! На тебе! На тебе! Здесь нет смысла устанавливать застрой. Около пушки. Пушка это пушка, точка это точка. Ах ты! Ах ты! Ах ты! Конечно, с танком под хиллом сложно справиться. Уважаемые танки. Ну или берсы к ним тоже относятся, правда не в такой степени. Если вы увидели, что опрокинули врага, а вокруг вас щемит со всех сторон, а вы сейчас помрёте, надо в три раза в течение секунды подумать, вы этого врага добьёте или нет. На тебе! Наглый берс! Наглый вообще! Я таких берсятин никогда не видел. Это не берс, это берсятина. Ну вот и всё. Даже со спины не пришлось заходить. Зря морозка работала. Нифига не зря наш ЦП копит на это. На тебе! Пустая трата ЦП, но... Опа! Инста! Вот это реальная жесть. Скайфайр наш. Наш Скай. Так. Разрушили вот эту Теслу в кустах. Если сюда ещё капканчиков накидать. Как я люблю. И вот сюда капканчиков. И вообще пушку на точку поставить. Я же совсем оборзевший. Ну вот. Да, мы их щемем! Надя по спине! Чувак из клана Мерседес. Так. Ставь противопехотку. Полезно. Да. Видимо, чувак не учёл гравики. Окей. Окей. Посмотрим, что произойдёт. На-те прям по Скайфайр. По нам. Ничего. Я буду сражаться в пламени двух Скайфайров. Скайфайров. Да. Ледяной Прокол. Скайфайр. Но я выжил в этом аду. Хоть потерял все Теслы. И какой из этого урок? Не ставьте Теслы так, чтобы один Скайфайр сжёг и их, и вашу пушку. О! Сапёр оказался быстрее. Просто взял, зарядил свою картечь. И выстрелил. Превратив Берсерка в кучу мяса со свинцом. А в это время мои Теслы шпарят. Я хоть не первый, далеко даже в последней. Во второй половине списка. Но... Но помираю довольно редко. А вот убиваю часто. Тут просто мы. Опа! Инста! Да ясен пень, что там фреза сзади. Вообще вовремя сказали. 19, 20, 21 тысяча. Да! Полезно, блин. Ну ладно. 28, 29. А мои Теслы работают. 31. 31 тысяча. Стесил, конечно, бывало и больше. Но в этом бою 31 тысяча, это очень хорошо. На тебе! Просто под задницу. Лучше, конечно, фрезу. А фрезки можно не по заднице. Ну что ж, победа! Победа, уважаемые зрители! И на этом мы заканчиваем. Я не знаю, что там пишут в чате. Может быть, это мат по-английски. Но в любом случае, мы закончили. Это три блистательные победы. Три просто прекрасные, достательные победы. Так что, уважаемые зрители, до свидания. Продолжение следует...